Учеба позади, в разгаре трудовой семестр. Полторы тысячи белгородских студентов этим летом отправились на предприятия, строительные объекты Белгородской области и других регионов России. Чтобы веселой компанией товарищей набраться ума, опыта, практики, принести пользу другим, да и просто подзаработать. Этот сезон уже 15-й для современной истории стройотрядов Белгородчины. Чем он запомнится студентам, узнала съемочная группа «Мира Белогорья». На Белгородском хладокомбинате горячая пора. Работа кипит и днём, и ночью. За сутки с конвейера сходит до 90 тонн мороженого. В жаркие летние дни сладкое лакомство горожане подчистую разбирают с прилавков. В летний сезон объёмы выпуска продукции вырастают в разы. За один час только фруктовых стаканчиков на производственной линии выпускают 10,5 тысяч штук. И все их нужно упаковать, чтобы холодный десерт доехал до потребителя в целости и сохранности. Мороженое собирают с конвейера и раскладывают по коробкам. Всё нужно делать быстро и аккуратно. В этом нехитром деле сотрудникам предприятия помогают временно занятые студенты. Среди них студотрядовец Роберт Штрейх. Это лишний опыт. Во-первых, что-то новое узнаёшь, познаёшь. Это работа в коллективе. Это занятость какая-то определённая. Потому что многие летом просто балду гоняют и ничем не занимаются. А ты можешь и позаработать денег, и занять свободное время. Вместе с Робертом в отряде с говорящим названием «Эскимо» трудится 25 человек. Это студенты-технолога и Белгородского госуниверситета. Ребята ещё до выпуска из вуза получают навык работы в коллективе. Первый трудовой опыт. Конечно, если до этого студенты нигде не работали, им тяжело привыкнуть к дисциплине. Нужно не опаздывать на работу. Восемь часов работать у станка с всего лишь небольшим перерывом. Поначалу всем тяжело. Но они же пришли что-то узнать новое. Поэтому работают, учатся, спрашивают, привыкают. А это уже пригород Белгорода. Строящийся жилой комплекс «Новая Заря». Здесь трудится отряд шуховцев, будущих инженеров, строителей, архитекторов. Студенты задействованы на внутренней отделке помещений и квартир. Объёмы работ большие. Второкурсник Алексей Спивак утепляет и штукатурит стены. Сначала пропитываем изовол, потом его штукатурим, клеим. После этого натягиваем сетку и опять клеим, чтобы этот изовол не распадался в дальнейшем. Простые действия мы выполняем, но в то же время она как бы трудоёмкая работа. Рулон вот так раскатываешь, замеряешь. Вот эти краешки, вот меточка стоит. Здесь рукой протягивай вот так. Вот так. Берёшь ножичек и отрезаешь ровненько. Знаний много не бывает. А если их помножить на практические навыки, то они непременно станут крепким фундаментом для успешной карьеры в будущем. В этом убеждён студент-технолога Тарон Арутюнян. В будущем я планирую работать строителем, поэтому осваивать такие профессии, думаю, это полезно. Получать опыт и работать в дружном коллективе. Причём каждый день ребята узнают что-то новое. У нас работы много, у нас каждый день работа меняется. И они каждый день разную работу выполняют. Они очень хорошо справляются, всё понимают, делают качественно, хорошо. В нынешнем году более 30 предприятий и организаций заключили договоры о трудоустройстве бойцов белгородских студенческих отрядов. Причём ребята работают не только в нашем регионе, но и за его пределами. Выиграли право на участие в строительстве космодрома Восточного, наш студенческий отряд-технолог. Также выиграли конкурс и едем строить Ленинградскую атомную электростанцию, федеральную трассу М-11 Питер-Москва. И недавно отправили наших бойцов на строительство Керченского моста. Несмотря на то, что уже основной набор, конечно, прошёл, он начался с февраля и длился по май. Тем не менее, сегодня у нас ещё есть объёмы работ на территории Белгородской области. И мы ждём новых бойцов студенческих отрядов. После окончания трудового семестра ребята вновь вернутся за парты. А уже в октябре их ждёт слёт студенческих отрядов ЦФО. В Белгородскую область съедутся более 300 человек из 15 российских регионов. Елена Труфанова, Виталий Петренко. Новости мира Белогорья.